22 июня. Этот день напоминает нам о всех погибших в Великой Отечественной войне. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни, выполняя свой долг, защищал нашу страну в те суровые годы. В этот день проходят различные памятные мероприятия во всех уголках нашей страны. Не стал исключением и наш район. Работники детской библиотеки Аула Кашхабль во главе с заведующей Маритой Ямыковой разработали сценарий. Ко дню памяти и скорби провели мероприятие в пришкольном лагере «Лесная сказка» на базе средней школы номер 2 Аула Кашхабль. Нас сверла, но враг из-за угла свершил налет. Пошел для нас войной. В тот грозный час, стальной стать стеной, вся молодость оружия сверла, чтобы отстоять отечество родное. Война, жестче нету слова. Война, печально нету слова. Война, светлее нету слова. В тоске и славе этих лет на устах у нас иного не может быть и нет. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший в 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Детки читали стихи, пели военные песни. Организаторы рассказали им, насколько важно помнить о героях нашей страны, о том, какой ценой нам досталась мирная жизнь. Она открывала поезда, и эту девочку с донесением поняли немцы, когда она шла от партизанского отряда с запиской в руках. Когда увидела немцев, сразу в ногу положила эту записку и стала разжевывающей. Но немцы заметили это. Но в конце концов она смогла разжевать так, что не было ничего уже на этой записке. Потом стали ее гулять. И Нина, Нина утром рано следующего дня была расстреляна немцами. Ей было всего 13 лет. Женя попозна. Вот этот мальчик, наш земляк, он с майкопа, перерезал тоже провода, взрывал эти машины со снарядами немцев. И очень много он перенес тоже трудностей во время войны, потому что немцы преследовали его. Постоянно этот мальчик приносил донесения нашим советским разведчикам. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Подобные мероприятия, несомненно, влияют положительно в воспитании достойного подрастающего поколения нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok